Сказать, когда в домах жителей микрорайона Садовый появится горячая вода, пока нельзя. Мы будем следить за развитием событий. По документам дорога, а в реальности только половина дороги. Так, четыре года жило население деревни Шигалиур Марского района. Дело в том, что подрядчик просто не положил верхний слой полотна. Ольга Пырочкина расскажет подробнее. Деревенское бездорожье, подумайте вы. Однако по документам здесь лежит добротная дорога из пескогравийной смеси в основании и известнякового щебня в качестве второго слоя. Каламбур, но распаханное поле вместо дорожного полотна здесь устроило крестьянско-фермерское хозяйство. Именно КФХ Иванова выиграла в 2013 году аукцион на работы, пообещав сделать дешевле на полторы тысячи рублей, чем конкурент. Пообещали и сделали. Правда, предусмотренного контрактом материала на верхний слой не нашлось. Его заменили на то, что имелось. Так, по документам, в деревне Шагали появилась дорога. А вот так жили на себе, таскали, буксовали на машинах. Кое-как вытаскивали. Кто на УАЗике, тот нормально вывозились. А на легковые машины, ну, кое-как. В 2013 году к ветерану вызвали скорую машину. А скорая машина не могла заехать туда. И его как-то вот вытащили, еле-еле на носилках. Вытащили это на дорогу. Большая глинистая колея была там. Руководство сельского поселения решило, лучше так, чем вообще без дороги. У подрядчика не было в то время материала, который проходил по контракту. И приближалась осень, чтобы до дождей, до снега, мы помиляли материал, вид материала и объем работы сделали. Если бы в этом году, в 2013 году эту дорогу не сделали, все деньги ушли бы в республику обратно. А на эти деньги, на следующий год нам не дают. После жалоб населения делом занялся Общероссийский народный фронт. И спустя 4 года на дороге таки появился долгожданный верхний слой из известнякового щебня. Только вот за эти годы без него износился слой нижний. Я думаю, за 4 года песко-гравийная смесь, учитывая то, что автотрансфорд проезжает ежедневно здесь, он уже как бы утрамбовался и его не стало заметно. Он смешался с грунтом основным. То есть смешался с грязью, просто говоря. И качество, я думаю, что оно потеряло свой сын. Придется ли жителям ходить до скорой пешком? И в этом году покажет осень. Но представители Общероссийского народного фронта все равно сюда вернутся. Дело в том, что на глазах рассыпается дамба, которую за 47 миллионов рублей построили только в прошлом году. Но это уже совсем другая история. Ольга Пырочкина, Мальвина Петрова, Борис Андреев, Республика.